здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко ну и сегодня я предлагаю или приглашаю вас поучаствовать в разговоре двух журналистов тем более что рустама хустановича хан сферова вы знаете хорошо он периодически приходит к нам в гости напомню что он главный редактор газеты люберецкий округ генеральный директор издательства на каждый день член общественной палаты городского округа люберцы заместитель председателя союза журналистов подмосковье здравствуйте рустам хусаидович добрый день вы как всегда прямо с печатного станка к нам пришли надо давайте вот сразу прежде чем начнем говорить о газете вот этот спор между традиционными сми то есть это печать радио газета и между новыми медиа то есть социальные сети блогеры интернет где собственно говоря тоже представлены и традиционные сми я к чему веду печать еще у нас в части то есть она еще пользуется популярностью у читателей есть ли читатель я думаю пользуется ну не могу сказать в каком соотношении процентном в принципе есть люди которые но мне самому приятно читать и книги журналы то есть ощущать их вот по-другому работает мозг летом поэтому я думаю это вот как про книги говорили что завтра не будет книг но все равно даже западный опыт америка показывает что два-три года работы без печатной версии газет известных и они после этого они возвращаются снов печатной прессе то есть есть привычки есть потребитель мы же понимаем с вами что все равно где-то вот уже подходит то поколение но может пять лет я больше не будет когда вот они просто не знают что такое держать газету в руке то есть все равно же сам принцип может быть придумывать какие-то технологии что как гарри поттер будет из раз так из воздуха и собрал как бы удобно может быть не печатание газета будет что-то такое тоже из воздуха потому что телефон тоже неудобен чё держать все время вот но печать вот в этом варианте она же все равно идет к финалу ну можно сказать так но я вот сравниваю информационное поле с дорогой так то есть есть транспорт автобус автомобиль да потом появился мотоцикл потом появился скутер сейчас электро самокат велосипед да вот и конечно тот кто едет в автобусе он фыркает на тех кто там всегда вот поэтому здесь мне кажется со временем как и на транспорте как бы правовое поле прорабатывается кто где как может себя вести то же самое в информационном поле но мне кажется и автобусы и через 10-20 лет блоки до по троллейбуса уже на москве нет да но где-то троллейбуса же восстанавливают ну на наш территориях там не знаю ну вернемся сейчас уже конкретики в любом случае газета пользуется популяр потому что если бы она не пользовалась популярностью себе не читали то смысл ее выпуске правильно поэтому давайте мы поговорим о проекте о вашем газета люберецкий округ потому что поднимает она самые разные это же вообще сложно на сегодняшний день когда море вроде бы как информации но отличить факт от фейка а выбрать то что действительно влияет на судьбы граждан живущих здесь это в общем то и задача журналистов давайте поговорим о люберецком округе газете да но когда я ушел из люберецкой панорамы то возник все равно возникает вопрос о том чтобы уделять больше внимания местной тематике потому что люберецкая панорама она больше ориентирована на региональную информацию областную вот и поэтому вот такая идея то что умеет то и делаю как говорится до сегодня печатная версия она дорогая по производству потому что это бумага печать сравнение с электронными сми вот поэтому и у нас в принципе мы стараемся давать ту информацию которой нет в других газетах а греческой панораме да то есть аренция существует такая разная да ну все все равно и аудитория разное можно сказать определенным образом вот поэтому стараемся подбирать темы которые ну вот больше полезны людям у нас на территории вот себе про пустоту не про воздух пишите именно про те проблемы мы стараемся пройти и и проблемы и удачи и какие-то истории и какие-то люди которые имеют непосредственное отношение к городскому округу как сейчас газета выходит по какой принцип у нее она выходит два раза в месяц каждые две недели вот ее тираж 5000 у нас есть где-то процентов 10 на сегодня это подписка через почту подписка еще есть есть и остальное практически раздача в руки то есть по такой схеме ну и есть 20-30 адресов куда мы привозим газет чтобы люди общественно значимые места там музеи библиотеки администрация пц да кому это интересно то они познакомятся конечно хорошо но и тогда возникает вопрос 5000 и подписка конечно прошли эти времена миллионных тиражей и что у каждого что должно было быть какая-то хоть какая-то газета в данном случае обязательно я помню эти очереди чтобы подписаться были издания на которые невозможно было подписаться потому что был лимит эти все времена канули в лето но тем не менее вы же выпускаете газету все-таки есть какой-то финансовый наверное интерес в этом или это просто зов сердца на конечно проект должен быть самоокупаемым как минимум да вот и надо сказать что сейчас такой этап инвестиций можно так сказать вот потому что но газет существует с октября это полгода плюс-минус и естественно чтобы люди узнали необходимо время то есть свое время лет 20 назад в начале века мы издавали газету я еще вот был директором тоже издательства на каждый день мы издавали газету на каждый день по 15 лет ее издавали но она была рекламной и там мы три года работали в минус и вот через три года рекламы собиралась столько чтобы оплачивать все расходы и появилась прибыль и вот это росло то есть здесь а газета не рекламная хотя опять же особенность ее в том что здесь местная реклама появляется и понятно что реклама очень много в сетях в интернет но все равно есть так реклама которая может быть в которой заинтересованы местные жители вот и надеемся что за счет в том числе привлечения авторитетных людей это в первую очередь в попечительский совет и который в настоящий момент формируется и ну ближайшие дни мы объявим то есть это поднимает авторитет издания соответственно привлекает и подписчиков и рекламодателей вот и надеемся что как минимум а за счет в том числе и рекламы это будет балансировать на грани самоокупаемости и даже если будет самоокупаемость это газета рекламирует в том числе и наше издательство которые тоже уже более 20 лет на информационном рынке это полиграфия различное издание книг печать листовки визитки то есть может сказать то на чем мы зарабатываем плюс у нас есть журнал давайте да сразу же покажем раз у нас уже у нас есть и журнал вопросы местного самоправления он федеральный он как раз самоокупаемые можно так сказать что за счет журнала сегодня мы поднимаем газету на журнал тоже существует подписка или да как она говорила на это специализированное издание она для чиновников муниципального уровня и свое время за счет газеты на каждый день мы поднимали журналы а теперь вот журнал за счет журнала помогаем газете то есть но дифференцированный такой подход как бы не заниматься чем-то одним а заниматься широким спектром потому что сегодня одно а завтра заработает завтра другое да вот хорошо ну и еще и так понимаю что вернемся к печати чтобы уже завершить этот разговор вот у вас даже такие большие сборники есть давайте мы раз это вообще отдельный проект дело в том что в этом году у нас выборы губернатора да и ровно 10 лет назад 2013 году работа еще в газете люберецкая панорама вот появился такой проект то есть перед выборами народная книга на когда народная книга наказов будущему губернатору подмосковья мы издали мы собрали там 1356 наказов от 531 частного лица и 35 от коллектива прямо все в цифрах да и передали их 10 экземпляров 6 из них передали 6 кандидатам которые шли на выборы то есть в конце августа мы передали и и сегодня вот есть такое желание инициатива идея делать вторую версию народной книги перед сентябрём а проделанной работе а или опять опять на кого сборник наказа да здесь можно сказать на 90 процентов выполнено то есть отслеживаете еще туда я могу сказать что вот лично мое предложение она реализуется пусть через 10 лет это стеклянный переход надземный над железной дорогой в поселке калинина я живу я с окна вижу этот переход то есть там аварийность была большая плюс если сделать переход то весь поселок фактически южная часть это этой территории пешим в пешей доступности 15 минут наташинский парк ну да то есть понимаете это ну у меня двое несовершеннолетних детей как бы можно сказать что это вовремя но 10 лет понятно что это ржд и но власти области они сложнее к прогнули ржд 1 1 из предложений пока не реализовано это установить шумовые экраны вдоль всей железной дороги на протяжении города люберцы но это очень большие средства я понимаю прекрасно но да но ведь домов тоже очень много то есть планах такое есть ну что сейчас мы сделаем небольшую паузу мы так скажем от газеты перешли к издательству что еще и книги же давы выпускает то есть можно писателям к вам обращать до особенность вот ну небольшое издательство и у нас я посмотрел более ста книг за 20 лет издательства выпустила очень много книг маленьких маленьких тиражей то есть у нас же люди творческие они пишут стихи и дорожат воспоминания и эксклюзивным я графическое издание до 5 10 20 экземпляров книг вот в твердом переплете в мягком то есть пожалуйста можно обращаться сейчас делаем небольшую паузу напомню что у нас рустам куста ночи хансферов гостя главный редактор газеты люберецкий округ член общественной палаты городского округа люберцы и многое-многое другое продолжим наш разговор через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях рустам хансферов главный редактор газеты люберецкий округ генеральный директор издательства на каждый день член общественной палаты городского округа Люберцы и заместитель председателя Союза журналистов Подмосковья. В какой-то степени и мой начальник, можно сказать, потому что я тоже, если есть в Союзе журналистов начальники. Вот. А проекты газета. То есть газета, это же раньше это был, ну, скажем так, источник информации. До всех, собственно говоря, газета раньше всех была. С нее все начиналось. Слово-то итальянское. И я так понимаю, что газета иногда может поднимать какие-то вопросы и может участвовать в каких-то проектах и даже сама создавать какие-то проекты. Или, ну, что называется, застрел делает такой. То есть застрельщики какого-то проекта. Это так? Да, да. Сегодня очень много различных мероприятий, где мы можем участвовать. Вот недавно организовывали бизнес-встречу молодежи региона нашего в картиной галерее. То есть соединили молодежь и предприниматели опытных. Они рассказали о своем опыте. То есть вот такие промо... Ну, называют промо-акции. Их много. Мы совместно участвуем в медиа-неделе ежегодной. То есть вот, возможно, в этом году будет в августе, потому что в округе еще будет с молодежью медиа-мероприятие. Вот. У нас журналиада планируется ежегодная. Это где журналисты взрослых соревнуются. Журналюги назвать взрослых, а молодых можно журналиады назвать. Да, журналиада – это соревнования различные, в которых, кстати, телекомпания ЛРТ один раз даже чемпионом была. Вот. Там около 18 редакций со всего Подмосковья. То есть есть вот книга наказов, тоже один из проектов. То есть за счет в том числе привлечения известных людей, а это и почетные граждане, и депутаты, члены общественной палаты, которые сейчас сформируют попечительский совет, вместе с ними мы будем проводить различные мероприятия на различных площадках. То есть там люди, новая аудитория, знакомятся с проектами, подключаются к ним и работаем. Хорошо. Следующий вопрос. Ну, вы уже сами сказали про «Медиа-неделя» и вот «Медиа-проекты». Ну, понятно, что речь идет о журналистике, сейчас их много, обсуждений всевозможных, журналистов всегда, сейчас практически не хвалят, в основном ругают, вот, либо пытаются, что называется, сравнивать различные подходы. Слово «феки» или, как сейчас говорят, уже ложные новости, оно существует. То есть ответственность журналистской обсуждается и иногда безответственность блогерская тоже. Но, тем не менее, мы не можем не поговорить с вами, как с членом Союза журналистов и как с человеком, который имеет отношение к общественной палате. Что вообще сейчас происходит в медиасфере? Вот, если взять городской округ Люберца, ну, и, надеюсь, частично Московскую область тоже можно взять. Да, но кроме того, что я заместитель председателя в области, я являюсь председателем Люберецкого отделения. И недавно было собрание, в очередной раз как бы мне доверили руководителей. Всем вас поздравляем. Да, большое спасибо. И проанализировали, за 10 лет, 10 лет назад у нас было 30 членов организации, сейчас их 50. Почти два раза. Да, но за это время, кроме роста, у нас вот в последнее время 8 человек ушло по случаю смерти. Человек 5 ушло просто по собственному желанию. Потому что, ну, происходят изменения в медиасредствах массовой информации. В медиажизни, да. Да, люди выезжают в другой город, допустим, в Москву, в другие субъекты. Люди уходят из профессии и говорят, а зачем нам тогда оставаться членом Союза. То есть это нормальный процесс, естественно. Живой. Да, приходят, уходят. Что сегодня происходит? Ну, мы уже говорили вот год назад, когда встречались здесь с Натальей Александровной вместе, что потихоньку идет укропнение СМИ. Сегодня уже 56 редакций, таких как мы. Мы были в первой десятке, а сейчас 56 редакций. Они объединены под издательством Подмосковья. То есть областная структура, она издает все газеты на местах. Здесь остались, ну, типа, корпунктов, один-два человека, журналисты, которые добывают местную информацию. Вот. То есть эти процессы, они идут, в принципе, и по стране. Вот на днях, буквально 4 дня назад, на заседании Совета Федерации, там круглый стол проходил. И обсуждали тему вот этих изменений в Мордовии. То есть, ну, журналистское сообщество, оно беспокойно, конечно, потому что, ну, на улице оказываются люди, вот, по итогам вот этого укропнения 56 редакций, это примерно 700 человек. Понимаете? Они уходят без работы. Из редакции, да. Вот. Частично, то есть, там остались часть из тысячи, допустим. И уйти, получается, некуда, потому что в других организациях тоже идут укрупнения. Да. И они везде эти сотни начинают увеличиваться. Да. А с другой стороны, как бы, растет вот эта новая сфера, блогосфера, вот которую, ну, ругают по-разному, конечно, еще раз говорю, это новый вид транспорта, который появился. Его нужно просто в правовое русло ввести и понять, что это такое. Это журналистика или нет. Понятно, что наши мэтры журналистики, такие как Гусев, они будут ругаться. Ну, понятно, потому что, ну, привыкли, как бы, кто-то зашел на поляну, как называется. монополистами конкуренции не привыкли. Вот. Это естественный процесс, потому что идет, ну, появилась сеть, понимаете, сеть, она открыла информацию. Если раньше ее можно было скрывать, она по узким каналам проходила, то теперь все открыто, человек может узнать о многом. Конечно, необходимо проверять информацию, но многие люди открывают глаза, как бы. и это все непросто, за это, ну, сложно контролировать, но в разных странах по-разному к этому подходит, как бы. Понятно. Вот. Хорошо. Ну, и плавный такой переход, вот, в связи со всеми этими событиями, профессия журналиста, то есть, если человек работал, например, ну, в каком-то традиционном издании, он уходит, у него нет опыта работы блогером, он как-то в социальных сетях может быть неактивен, ну, возраст у людей разный, да, кому-то до пенсии там чуть-чуть осталось, кому-то больше и так далее. Вот, вообще, что происходит в журналистском сообществе, не получится ли так, что оптимизация дойдет до того, что люди будут бояться становиться журналистами, профессия будет, будет потерян интерес к профессии и просто некому будет прийти на замену даже тех уже оптимизированных сотрудников информационных отделов, ну, и печатных изданий, телекомпаний, радиостанций. Ну, угроза есть такая, можно сказать, есть, в принципе, сегодня перед и образовательной частью журналистики, то есть, которые учат журналистов, у них очень много вопросов, они задают эти вопросы, обсуждают, потому что необходимо понять, какие цели и задачи, кого готовят, для чего и для кого, то есть, у нас же все-таки способ производства, он все равно, как ни крутись, капиталистический, то есть, есть спрос, есть предложение, то есть, мы готовить должны специалистов, зарплату будем платить еще людям, за что-то, да, специалистов должны готовить под что-то, то есть, какой-то спрос должен быть, вот, то есть, вот, допустим, я вхожу в число в этих 700 человек, да, я взял на себя, ну, как бы, имея опыт, возможности определенные, взял на себя смелость издавать газету, еще, может, два-три человека в области это сделали, вот, то есть, не все могут пойти в эту стезю, а у нас многие ушли в образование, потому что филология, ну, там близко это, вот, и у нас, в принципе, в журналистику из образования тоже многие приходят, что касается молодежи, здесь, понимаете, понятно, что новые информационные технологии, да, но когда вы закрываете редакцию, а это место, где есть опытный журналист, и может прийти молодой, и ты, то есть, кадровая, вот эта непрерывная связь, а ты уходишь, они остаются, а когда вот это все обрубается, ведь редакция, это же еще центр общественных взаимодействий с людьми, то есть, у нас есть пожилые люди, да, можно сказать, ну, нам не интересно, они уже, они свой век отжили, да, но они приходят, они пишут, звонят, нет телефона, да, редакция панорамы Выстри, еще других газет, всех газет Выстри она, понимаете, понятно, да, то есть, здесь нет места такого, то есть, это, мне кажется, вот, неправильно, но это, то есть, надо чувствовать дыхание конкретного места, как оно живет, прям температуру мерить, что называется, да, а тем более, мы же понимаем, что экономическая ситуация непростая, то есть, непростая, у людей не хватает средств, она сложная, эта экономическая ситуация, и не сегодня, завтра, востребованность, вот, формирования общественного мнения, оно снова возникнет, через, в том числе, такие средства, как печатное слово. Ну, и 400 лет Люберцам, времени у нас остается совсем немножко, что будете писать в юбилей, или что уже пишете? Ну, вот, смотрите, сейчас я уже говорил, что формируется попечительский совет, там мы, в том числе, приглашаем людей по разным направлениям, там здравоохранение, образование, культура, история, и вот, разговаривал с предпринимателями, они, конечно, говорят, что необходимо больше информации давать о том, какой промышленный потенциал у Люберец. То есть, молодежь сегодня не знает, что у нас был крупнейший завод сельхозмашиностроения, где заказывали, и Куба заказывала, Фидель Кастро приезжал, да, у нас торговое машиностроение очень большое, ТЗПП, ТНЗМ, ВИСы, у нас вообще Люберцы, это родина первого вертолета, понимаете, вертолета строения. То есть, вот мы разговаривали с Сергеем Александровичем Шатиловым, он председатель Союза промышленников и предпринимателей, и он тоже у нас будет в опечительском совете, и он говорит, конечно, да, это хорошо, когда на билбордах там висит Екатерина, там Маяковский встретился с кем-то, и так далее, да, но почему нет плакатов крупных предприятий с цифрами, которые внесли вклад, ведь у нас очень большой промышленный кластер был, и основа осталась, у нас шоколадница есть, лучшая чуть ли не в России, допустим, у нас есть кофе Лебо, то есть, есть очень много всего, что, и кухонное оборудование от Тесси, вот, чтобы была какая-то преемственность, мы пытаемся, и у нас уже идут публикации именно по истории, по связи. Понятно. Что ж, ну, будем ждать новых публикаций, спасибо большое. Рустам Хансферов был гостем нашей сегодняшней программы, главный редактор газеты «Люберецкий округ», генеральный директор издательства «На каждый день», член общественной палаты городского округа «Люберца», заместитель представителя Союза журналистов в Подмосковье. Большое вам спасибо, удачи, вот, как коллега-коллеги желаю. Ну, и напомню, что это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»